Порядки, всех рад видеть на канале Автохакер. Сегодня у нас очень интересная тема. Я расскажу о всех затратах по автомобилю, если вы, к примеру, хотите купить из США. Вот такой вот у меня график. Я сегодня посидел с утреца и все, подбил итог. Вы на аватарке могли видеть Ford Escape 2013 года. Ранее я уже снимал ролики по нему. Рассказывал, какое-то там повреждение было, что мы ремонтировали, что делали. И многим таки интересно было, именно сколько мы потратили на этот автомобиль. Потому что многие хотят заказать автомобиль какой-то. Но не этот Ford Escape. По нему я сейчас буду делать вам полный отчет. Скажу, что покупали, что затрачивали, на что тратились и так далее. Чтобы вы могли понимать общую картину, на что нужно обратить внимание. Чтобы не получилось такого. Вы через какую-то фирму хотите заказать автомобиль. И в итоге вам обещают там 3 тысячи долларов. На выходе это будет 10 тысяч долларов или там 15 тысяч долларов. Хотя вам говорили, что автомобиль только 3 тысячи, а вы рассчитывали на полностью сумму. Так вот, чтобы не было такой культанины, я снимаю этот ролик. Думаю, что многим он будет действительно полезным. Сколько же станет пригнать автомобиль из США? Какую он сумму? На примере будем разбирать, еще раз повторюсь, на Ford Escape 2013 года. У него было повреждение механика. Но это не значит, что если вы закажете такой автомобиль, у него может быть... Это в целом пишут механика. Там может быть в механику входить двигатель поврежден. Нужно будет двигатель и ремонт делать. Это в нашем случае было, что это турбину мы поменяли. Ну, отремонтировали. Нам вышло там... Сейчас я скажу, 200 долларов нам вышло. Турбину полностью отремонтировать. Все заработало. Больше мы ничего не делали. Мы поменяли масло в автомобиле. Все. Автомобиль работает в полном техническом состоянии. Хороший. Каждое повреждение может открыть для вас новое повреждение. Потому что там механика. Это и коробка. Это и двигатель. Это может быть... Вон, друг заказал Subaru. У него тоже была механика. Но там просто-напросто банку вырезали. Да. И все заработало. То есть повезло. Это как может кому-то повезти. Мы рассмотрим автомобиль с поломкой механика Ford Escape 2013 года. На данный момент на нем пробег 190 тысяч километров. В милях там я не помню сколько. А вот в километрах мы привели так. Первое, что вам... Какая затрата. Это цена лота. Вышел нам такой автомобиль. Удалось выиграть за 1700 долларов. Я полный график потом вам озвучу в конце видео. Так что досмотрите до конца. На чатлот удалось купить за 1700 долларов. Аукционный сбор при этом составил. То есть вы заходите на сайт. Сайт берет за это тоже свой сбор. Деньги те идут владельцу. Аукционный сбор, чтобы вы понимали, это за сайт услуги. Он составил 600 долларов. Он может там быть разный, смотря на какой автомобиль. То есть он может от 500 быть до 800 долларов. Это приблизительно. Раньше было по 200 долларов. Сейчас он составил 600 долларов. Следующее. Доставка по суше США. То есть это аукцион, к примеру, находится просто где-то там. А парковка аукциона от порта может находиться там 10 километров. Может быть через дорогу. Может находиться по всей территории США. Чем дальше ваш автомобиль от порта находится, тем больше будет стоимость по доставке именно по суше США. У нас же это составило в порт отправки 200 долларов. Это средняя цена. К примеру, я свой дочь пригонял. То у меня было там через дорогу. С меня взяли 20 долларов. Потому что его перегнали просто через дорогу. И все. Тут же вышло 200 долларов. Следующий, четвертый пункт. Это доставка по морю. В моем случае это был в порт Одессы. Это составило 900 долларов. Да, это составило 900 долларов. Тоже обращайте внимание, где находится автомобиль. И в какой порт вы его будете загонять. В вашей стране. Это я не говорю за Украину. Если в России, вы тоже смотрите где ближе. И если вы даже нашли хороший лот, там минимальное повреждение. А он, к примеру, на Аляске будет находиться. Вам может быть доставка быть не как у меня 900 долларов, а может 1900 или 2000 долларов. Сама доставка. На это тоже обращайте очень свое внимание. У меня же вышло 900 долларов. 5 и 6 это затраты в порту. Это сюда входит экспедитор, брокер. То есть, что они делают. В порт приходит контейнер с автомобилем. Они достают, выгружают. Зачастую приходит автомобиль без колес. Они ставят колеса. Рассматривают автомобиль. Чистят его немножко. Проверяют его. Нет наркотиков или что-то еще. Это все у нас выходит 700 долларов. То есть, это их полностью затраты. Вы от этого никуда не денетесь. Что дальше? Таможенный платеж. Таможенный платеж это полностью автомобиль. То есть, растамаживают. Он составил 1500 долларов. Эта сумма берется откуда? От объема двигателя. Какой у вас объем? Какой год? Чем моложе автомобиль. К примеру, у меня 2013-2014. Тем я дороже заплатил. Если бы этот автомобиль был 2018 года. Этот таможенный платеж бы составил всего-навсего 900 или 800 долларов. Чем старше автомобиль, тем больше вы за него платите. То есть, этот платеж составил 1500 долларов. Также услуги компании, которые занимались автомобилем. То есть, помогали вам покупать этот автомобиль. Потом помогали его растамаживать, полностью все делать. Это составило 500 долларов. Компания есть разные. Вам там обещают 300 долларов, 400 долларов. Ну, на прямую лучше сотрудничать с компаниями. Потому что, если вы берете еще какого-то посредника, который вам просто помогает автомобиль купить. Он может еще до этой всей суммы общей накинуть еще 300-200 долларов. Кто там 400 накидает. Но все равно вы компании этой будете платить за то, что она растамаживала. Что она занималась вашим автомобилем. И полностью всеми документами. Это касается вот этого. Мы же сами автомобили покупаем. Просто нам компания помогает уже по доставке, по растаможке. А самостоятельно вы тоже можете зайти на Капарт, зарегистрироваться. Конечно, уже с первого числа раньше вы могли следить за лотами. Смотреть, как аукционы проходят. Сейчас же, чтобы купить автомобиль, нужно внести туда 300 долларов. Так что, не знаю, где выгода. Если вы один автомобиль покупаете, то нет никакой выгоды. Выгоднее будет просто-напросто купить, заказать у компании. Следующая услуга, это у нас сертификация. Сертификация автомобиля производится непосредственно уже тогда, когда ваш автомобиль полностью отремонтирован. Если там какие-то есть повреждения, битый он там, где-то габарита какого-то нет. Какая-то фара надколонная, и сертификацию не удастся будет сделать. Сертификация стоила нам 200 долларов. Это порядка 5000 гривен. Ну, помните, сертификацию вам никто не сделает. Ремонт, если вы не отремонтируете автомобиль. Ремонт автомобиля нашего составил всего-навсего 200 долларов. 200 долларов это, опять-таки, порядка 5000 гривен. До 6 по курсу надо отталкиваться на сегодняшний момент. Какой курс? Мы поменяли, как я уже говорил, турбину. И последний платеж, это оплата в пенсийный фонд и постановка на учет автомобиля. Он составил всего-навсего 250 долларов. Это вы полностью ставите в мрау на учет. И по сумме такой автомобиль, вот вышел, вот у меня вся сумма, 6 тысяч, 6 тысяч 950 долларов. 7 тысяч. Ну, там я на бензин, на все такие расходники. 7 тысяч долларов этот вышел автомобиль. Если на авторея и на каких-то там сайтах RST, OLX, такие автомобили будут, начальная стоимость такого автомобиля от 10 тысяч. То есть, чистая прибыль составит, если бы я сейчас продавал этот автомобиль, а не для себя, 3 тысячи долларов. Ну, вы помните, что это повезло, потому что этот лот хороший пришел. Его минимальный ремонт составил всего-навсего 200 долларов. Ничего, практически ничего не меняли. Там не двигатель, ничего не текло, ничего. Просто поменяли курбины. Ну, отремонтировали ее. В Киев отправили, нам ее отремонтировали. Если же бы это все происходило в другом сценарии, чтобы коробка была повреждена или что-то еще более такое, да, затрагиваемое. Этот бы ремонт мог не 7 тысяч, не 200 долларов, как он вышел, а 2 тысячи, потому что если с мотором, механика, моторы такие от 1000 долларов, да, если коробка тоже там долларов 800 тысяч, а плюс ее поставить, установить, что мы сами это все всем занимались, вышло 200 долларов. Даже если бы этот автомобиль вышел по ремонту не 200 долларов, а 2000 долларов, он бы составил 9 тысяч долларов, экономия 1000 долларов. А эти автомобили идут от 10 тысяч долларов, если отличнейшее состояние с таким двигателем 1.6 эко-буст, можно и за 13, и за 12, и 13, и с половиной, и 14, там первый владелец, ничего страшного. Вот такие вот цены, вот такой вот я вам сделал график, потому что многие действительно меня спрашивали на фото, вы можете увидеть, это этот автомобиль, который мы полностью покупали. Вот такие вот растраты, это действительно реальные цифры, а не те, что вам будут рассказывать там где-то на каких-то сайтах, в каких-то компаниях и так далее. Вот так вот вышел автомобиль, 7 тысяч долларов. Если через какие-то компании вам могут там накрутить, вам выйдет платеж, требуйте еще одну. Когда вы покупаете автомобиль, требуйте всю документацию, которую по этому автомобилю. То есть, где кто, что нужно заплатить, где-то что-то нужно сделать, все нужно требовать. Не в скрытый график, ничего не отправляйте, потому что действительно могут вас накрутить эту сумму. Не 7 тысяч бы она вышла, если бы через какие-то левых людей, а могло и 10 выйти. Вот такое вот, друзья, видео. Надеюсь, оно многим понравилось. Если это видео наберет лайков хотя бы 20, я буду вам тоже снимать по американским автомобилям больше информации. Пишите, кстати, в комментарии, какие видео вы хотите по Америке еще услышать, я обязательно вам что-то от сниму. С вами был АвтоХакер, до скорого, всем пока.